Мы говорили как-то уже, что все эти оптимизации в конечном итоге приводят к каким-то негативным последствиям и ухудшают качество жизни в нашем совхозе. И про школу, и про дом культуры можно перечислять и какие-то новые теперь компании, которые убирают старую часть поселка. Павел Николаевич, информация о том, что еще хотят здравоохранение как-то оптимизировать в нашем амбулатории. Это, кстати, не первая попытка так называемой оптимизации. Но вы правы, все реформы, которые проводились за последние 30 лет, они только ухудшили жизнь населения. И мы противостояли этим реформам. Почему такое успешное предприятие? Нет, потому что мы по социалистическим принципам, по принципам социализма работаем. А поликлинику, если вы, наверное, не знаете, позже появились, мы построили в 2008-2009 году. И полностью ее оснастили. И все, что там находится, за исключением рентгена, по-моему, все остальное принадлежит совхозу. Делали репортажи. Да, и мы несем, конечно, убытки, связанные с ее содержанием, потому что амортизация там больше 5 миллионов, а вся аренда стоит 4 800. Потому что самый низкий размер аренды, ну и они и этот не платят. Именно потому, что медицина не только в районе, но вообще во всей области загнана в тупик, по сути своей. Потому что одноканальное финансирование, бюджет ничего не хочет делать, не помогает. Вот эта вот оптимизация довела до того, что ты не можешь помочь врачу. Ну, то есть хуже, чем, скажем так, у нас, наверное, только еще на окраине, не знаю, страны. Ну, несмотря на победные реляции, что мы лучшие, хотя никто этого не видел. И мы как-то вот на этом фоне выглядели очень хорошо. Именно потому, что когда-то нам удалось, был такой министр, была такая министра Суслонова, не помню, не помню, отчество Александра Павлова, которая пошла нам навстречу и сделала из нашей поликлиники автономное учреждение. И мы смогли, ну, сохранить весь коллектив, даже путем того, что мы там давали им квартиры, всячески помогали, доплачивали их зарплате. Коллектив стабилен. Ну, и после выхода Суслоновой, по-моему, один и два раза они пытались присоединить нашу поликлинику к Виденовской городской больнице. Им это не удавалось. Мы доказывали, что мы, скажем так, хорошо живем и не надо портить нашу жизнь. Во всех других поликлиниках, особенно когда руководителем Виденовской городской больницы был бы некто Барсук, произошли ухудшения людей, которые подолгу работали, просто уволили, там поставили каких-то совершенно других людей. Ну, а у нас, слава Богу, поскольку это автономное учреждение, они просто не смогли заменить ни лучших врачей, ни руководителя поликлиники. А у нас, кстати, очень достойные руководители. И в результате, если взять по ковиду, ну, когда возникли такие сложности, испытания, то наша поликлиника одной из лучших считается. По степени реагирования, по возможностям мы, конечно, помогаем, оплачиваем различные там счета, чтобы они не бедствовали, потому что денег у них совсем нет. Только на зарплату и на все, больше не хватает. Поэтому машины мы им предоставили, мы много чего делали. А теперь опять новый министр, новая власть и опять у них там идея присоединить к Виндовской городской больнице нашу поликлинику. Я созванивался с руководителем, объяснял ему, что на самом деле произойдет. Я созванивался с руководителем, с главврачом Виндовской городской больницы, объяснил ему, что он должен донести своих руководителей. Ну, сам я до замминистра дозвониться не могу, их все время на работе нет. А я даже по телефону секретарь не отвечаю. Что мы в этом случае вынуждены будем организовать ведомственную поликлинику. Врачей всех перейти, должны попросить перейти к нам. И сами будем работать с ОМС. Потому что это возможно. Частные клиники, они имеют такую возможность работать с ОМС. Ну, тогда уже они просто меньше отчетности получат, у них получатся, скажем так, проблемы, связанные именно с заполнением бумаг. У них же врачи сейчас огромное количество времени тратят не на работу с пациентами, не на лечение, а на то, что они отписываются. Там целый штат уже нужно содержать, чтобы только выполнять все эти иногда совершенно бездумные требования Минздрава. Ну, а третий вариант, я говорю, слушайте, ну, если у вас много денег, ну, купите тогда поликлинику, тогда вроде как мы уйдем отсюда или будем строить что-то другое. Ну, покупать они, как он сказал, не собираются. Значит, вопрос еще на рассмотрении. Ну, если, как он сказал, вы перейдете к нам, ну, в Виднорскую городскую больницу, то никаких денег вы не получите. То есть мы даже аренду платить не сможем. Я говорю, подожди, а какой смысл? Если вы двух нищих объединяете, то смысл-то в чем? Ну, нормально работали, ну, да, мы им помогали. Но это была наша поликлиника, ну, амбулатория. А если мы же всей Виднорской городской больнице помогать не сможем и не будем, это не тот случай, когда мы им посылали там антисептики, ну, в момент ковида или еще что-то делали, это совсем другая история. Поэтому надеемся на здравый смысл, что они наконец поймут, что трогать нас не надо, что коллектив достаточно стабильный, успешный. Вот сейчас третий терапевт работает, начал детский педиатр, ну, и, в общем, мы этим всем занимаемся. Поэтому надеемся на благоразумие и, значит, придется опять, мы не допустим, как это было со Дворцом культуры, со школой, чтобы поменяли руководство, амбулаторию, чтобы поменяли лучших врачей, убрали, поставили своих. У них такой интересный принцип, сразу они там начинают менять уже служивших, может быть, верой и правдой стране терапевтов, ну, врачей и, значит, своих приводят. А у нас же все хорошо, все живут здесь, все друг друга знают. Такая хорошая территория социального оптимизма, вот мы ее так и оставим.